Всем привет, дорогие друзья! Давно мы с вами не разговаривали, и тому была причина, вернее, ее не было. То есть обычно мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить какие-то важные новости. И вот на днях, буквально позавчера, эти новости начали сыпаться на наши головы прямо градом. Очень много моих студентов, тех, с кем мы просто общались, познакомились в результате моей деятельности, начали отписываться и говорить спасибо. Делиться радостной новостью о том, что они поступили. 132, 131, 130, 129, 128, 127. Почти все ребята, у кого 127 баллов Нуфипет, получили, наконец-то, долгожданное приглашение в Назарбаев университет. И, значит, там первостепенную роль играла математика по Нуфипету, и уже дальше потом, как бы, общий балл и балл Айлтса. Так вот, если у вас 127 баллов, но вы все еще не получили провижку, скорее всего, ваша математика чуть-чуть ниже, чем у ваших конкурентов. Но я, как бы, по опыту могу сказать, что вот когда этот процесс начинается, он потом, как бы, еще длительное время будет идти, потому что тот, кто получил провижку, еще не факт, что он согласится. Да, и, соответственно, как только станет ясно, что он отказался от гранта, значит, ее будут получать следующие в очереди. Почему я так уверен, что многие отказываются? Потому что, ну, действительно, затянул Назарбаев университет с высылкой этих писем, потому что уже на дворе, ну, почти конец июля. То есть, скоро уже начинается у них учебный год, и вот только-только это происходит. Но первая причина – это то, что очень долго выходили decisions по Direct. Меня просили сделать вот аналитику, выпуск, там, о проходном балле на Direct, но тут, к сожалению, невозможно. Бывает так, что с высоким баллом SAT или с высоким баллом Alexa, да, люди не проходят, а с более низкими баллами проходят. Почему? Потому что, я еще раз говорю, что анкета аппликанта оценивается в комплексе. Много факторов. Не только ваш балл на стандартизированном экзамене, но и то, какое у вас было motivation letter. То, какие у вас вообще, в принципе, там, набор навыков и умений, ваш профиль, ваши оценки, ваша история, с какой вы школы, ну, и вообще, кто вы есть на этой земле. То есть, все это бралось во внимание, и, к сожалению, там вообще невозможно было сделать какой-то такой вот прогноз. Хотя, статистику определенную ввести можно было, и мы ее, конечно же, посмотрим через несколько месяцев, когда ее опубликуют на Зарбаев университет. Вот. Ребята пытались, ребята делали, это классно, это круто, но вот чтобы, как бы, достоверную какую-то информацию более-менее взять, это, на самом деле, нереально. Нереально. Вот. Ну, что же, я от себя хочу сказать, ребята, вот кто получил, вы большие молодцы, вам так держать заслужили, да, я говорил, вот многие мне прям писали, когда же, когда же, уже сколько, да, вы не знаете, что вообще происходит, да, что там они курят. Ну, ребят, как бы, этот процесс не быстрый, он требует определенного времени, и, в общем-то, вот время прошло, и он наступает. Радуйтесь, живите этим моментом, потому что, ну, на самом деле, как бы, нужно теперь постараться побыстрее собрать все документы, отправить, да, и принять это, скажем так, приглашение. Вот, ребят, значит, у меня к вам три просьбы, да, все-таки вот весь год мы с вами вместе прожили, то есть, я думаю, напоследок, да, прежде чем окончательно, так сказать, забыть про этот канал, про наш канал, как про страшный сон. Первое. Поставьте лайк, да, этому видео, подпишитесь, ни в коем случае не отписывайтесь, да, вот, потому что канал, как бы, нужно жить, ему нужно развиваться. И вот я заметил, что некоторые видео хорошо попытают рекомендации, у нас сейчас максимально 32 тысячи просмотров, это видео про технические университеты, для меня, на самом деле, это круто. Мы его записывали давно, но вот сейчас он, видимо, попадает всем в рекомендации, но это актуально, и многие, потому что его смотрят, пересылают туда-сюда. Ютуб это чувствует, и мы это чувствуем. Вот, во-вторых, напишите, пожалуйста, свой бал, если вы поступили, или если вы все еще ждете, поделитесь в комментариях, потому что данная вот информация, она дойдет, ну, как бы, до меня, мы ее проанализируем, до ваших ребят, с которыми вам довелось пройти вот этот весь волнительный процесс, кто-то, может быть, ждет, у кого-то 125, кто-то вот будет ждать и верить до последнего, и это правильно, ребята, ждите. По моим, так сказать, оценкам, ощущениям, ну, вот, опять-таки, они немножко меня подвели в этом году, но я не совсем здесь виноват, здесь было то, что изначально меньше, вот, это существенно меньше вообще, в принципе, грантов было выделено, вот, насколько меньше и как вообще это все будет происходить, мы опять-таки через какое-то время узнаем, вот, но, да, то есть поделитесь своим балом, потому что многие ждут, и многим это очень важно понять, есть ли еще надежда или нет, вот, это будет прямо, вот, прямо вот, ну, как бы, вы большое дело сделаете. Ну, и последняя, третья просьба, не забудьте вашим, вот, тем, кто, вашим младшим, да, вашим братишкам, сестренкам, друзьям, тем, кто будет к вам обращаться, вот, спрашивать про материалы, про поступления, про курсы, ну, и так далее, порекомендовать чисто, так сказать, по-братски наш скромный центр МСДС, который работает с 2010 года, и который уже подготовил, отучил, да, поступил, и уже даже выпустились. То есть больше в этом году мы переваливаем через эту планку, чем 4000 студентов, вот, со многими из них я очень близко сдружился, контактирую, мне безумно приятно идти по улице, и когда тебе там просто вот, ну, как бы, человек с виду незнакомый говорит, я у вас учился в 2011 году, а я у вас учился в 2012 году, вот, а у меня уже там дети, сыновья, дочка пошли, ну, то есть вот так вот, то есть, как бы, это на самом деле круто. Реально, все, о чем я прошу. Итак, ребят, пока что говорю пока, мы следим, отслеживаем всю информацию и будем ею делиться с вами. Еще раз всем спасибо, вот, те, кто до сих пор еще ждут. Ребята, не все потеряно, верьте, верьте, и все будет хорошо. Пока-пока.